Как же связать полосатое полотно по спирали методом Helix? Сегодня все подробности с вами рассмотрим. Посмотрим с вами, как вязать круг таким методом. И еще рассмотрим вязание именно кругового изделия уже в виде такой полой трубы. Если эта тема вам актуальна, то ставьте, пожалуйста, лайк, смотрите видео, подписывайтесь. Буду ждать ваших комментариев. Всем привет! Меня зовут Анастасия. И добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Сегодня с вами рассмотрим метод вязания по спирали крючком. Давно у меня не было видео, посвященных именно крючку. И так как я выполняю запрос зрительницы, я решила сделать такое видео. Главный вопрос, конечно, всегда стоит очень остро. Чтобы не было ступеньки цвета, как же сделать переход этот незаметным? В данном случае вязание идет по спирали, двумя такими линиями. Мне кажется, я с детства этот метод знаю. И я его раньше всегда называла для себя улиткой. Потому что действительно вот эти вот завитки похожи очень на улитку. То есть здесь такая улитка, образно говоря, двухцветная. Поэтому мы с вами рассмотрим, как связать именно круг таким образом. Как вплести эти цвета в полотно и чтобы это было аккуратно. По изнаночной стороне нет никаких протяжек между цветами. С изнаночной стороны здесь даже, возможно, чем-то лучше видно. Тоже выглядит аккуратно. Еще с вами посмотрим вязание именно в виде такой полой трубы. Как там тоже применять смену цвета. Оставайтесь со мной. И все подробности будут сегодня в видео. Итак, мы с вами возьмем нити двух цветов. Я взяла голубую и розовую. И сейчас я вам покажу, как вязать круг именно этим методом. Методом по спирали. Итак, начало вязания круга довольно стандартное. Я обычно делаю скользящую петлю. Ей удобнее всего фиксировать край нити, когда вы будете уже завершать вязание круга в первом ряду. Итак, скользящая петля. И далее я набираю обычно три воздушные петли. Далее объединяю их все в круг. И делаю это так, чтобы нить можно было подтягивать и фиксировать потом уже размер самого первого круга. Далее здесь я провязываю четыре петли. Вот первая петля, вторая, третья и четвертая петля. Вот обратите внимание, что край нити проходит под этими всеми петлями. И очень легко это все подтянуть. Но сейчас я этого делать не буду, потому что я сейчас ввожу в работу второй цвет. Здесь я делаю петлю чуть побольше, чтобы это все не распускалось. И беру второй цвет. Так, я сейчас буду вводить в полотно розовую нить. Я ее буду вводить таким образом, чтобы край голубой нити оставался под ней. Итак, я подхватываю розовую нить, голубую здесь придерживаю и делаю такую петлю подъема. Готово. Теперь я вяжу четыре петли, то есть все то же самое, что и было голубым цветом. Две, три и четыре. Если у вас здесь прогалы в полотне, ничего страшного, вы сейчас все подтянете. Если вы как раз вязали поверх этой нити, то она сейчас вам стянет все в полотно аккуратно. И никаких прорех уже в полотне не будет. Розовую тоже можно подтянуть. И все, готово. То есть, обратите внимание, у вас теперь есть такой круг крючком, где четыре петли одного цвета, а четыре петли другого. Далее я вяжу второй ряд. И все эти края кончики я вплетаю в полотно. Здесь я провязываю в каждую петлю по две петли. То есть, количество петель увеличивается в два раза. Вот, снова две петли. И вплетаю края нитей в полотно. Вот так. Если для вас довольно быстрый темп в видео, то нажав на шестеренку, вы можете замедлить. Далее я возвращаюсь к голубому цвету. То есть, к цвету один. Голубой цвет, это у меня третий ряд, поэтому я здесь прибавки делаю через ряд. То есть, в первой петле одна прибавка. Затем петля без прибавки. В следующем две петли. И вот так, в таком ритме, идут прибавки. И здесь я так далее довяжу до окончания розового фрагмента. Здесь прибавка. Петля без прибавки. Далее. Прибавка. Петля без прибавки. Снова возвращаюсь к розовому цвету. Ко второму цвету. И розовым цветом мне будет удобнее довязать до окончания этого розового ряда первого, чтобы уже не было путаницы. То есть, первый ряд розовый. Здесь прибавки идут в каждой петле. И далее уже проще вязать один ряд за другим целиком, чем вязать по половине ряда, так как это будет уже удобнее и считать практически ничего не нужно будет. А я таким образом дошла до места, где у меня происходит смена цветов, такая условная, где начинается новый ряд. Здесь я нить оставлю. И сейчас довяжу максимально до этого фрагмента, чтобы у меня был ряд голубой завершенный. То есть, в этом ряду я как раз прибавляю через петлю. Так, здесь сначала, здесь сейчас у меня идет прибавка. Затем петля без прибавки. Далее снова прибавка. И петля без прибавки. Конечно, в целом спираль это и есть что-то такое непрямо устойчивое по прибавлениям. То есть, это не обязательно прям высчитывать до миллиметра. В принципе, если полотно у вас получается плоским, значит цель ваша достигнута. То есть, вы вяжете круг. Круг должен быть, ну, по моей именно задумке для этого изделия, должен быть плоским. Это может быть макушка, например, шапки какой-то. Это может быть прихватка. Это может быть какая-то салфетка круглая, например, если вы хотите такую из двух цветов сделать. Это будет удачный вариант. И здесь уже видно, как переплетаются петли, и ряд за рядом идут два цвета. Тут уже получается, что следующий ряд у меня розовый, это цвет 2, я здесь уже прибавляю через 2 петли. То есть, получается, 2 петли без прибавок, и следующая, значит, петля будет с прибавкой. 2 петли без прибавок, и петля с прибавкой. 2 петли без прибавок, и петля с прибавкой. Ну и далее я уже снова возвращаюсь к цвету номер 1. Это у меня голубой. И здесь я уже вяжу 3 петли без прибавок, и далее идет петля с прибавкой. В дальнейшем вы уже сами здесь рассчитываете ритм прибавок. Смотрите на полотно. И в итоге мы с вами переходим на 4 прибавки за весь ряд по бокам и сверху снизу. Очень просто и изящно получается. Если, например, вам нужно связать какую-то вещь именно двумя цветами, если у вас есть крючок, то это тоже хороший вариант. Можно связать что-то очень контрастное, белое и черное, например, будет как будто бы такой инь и янь. Ну и так далее я продолжаю. И снова возвращаясь к розовому цвету. Здесь уже будет 4 петли без прибавок, и петля с прибавкой. Конечно, мне не очень удобно через экран фотоаппарата, но я думаю, все, кто смотрит это видео, обязательно с этим справятся. Так, 3, 4, и петля с прибавкой. Конечно, еще будет ВТО и круг будет совершенно идеальным. Сейчас еще один сектор с прибавками свяжу и покажу результат. Вот примерно такой вариант получается двухцветного полотна. Мне нравятся такие изделия. Если аккуратно спрятать края нити, здесь вообще ничего не заметно. Нет никаких переходов, протяжек между рядами. И это очень хороший вариант. Если вы не любите, например, вязать жаккард крючком, то это тоже способ для того, чтобы связать разноцветное полотно очень хороший. Жаккард крючком у меня вот есть, например, вот такая корзинка. Миллион лет назад я ее вязала, конечно. Частично я о ней рассказывала. Здесь тоже нет никаких протяжек. Ни с изнаночной, ни с лицевой стороны, но это немного иное. Хотя очень нарядно смотрится и то, и другое полотно. А сейчас с вами посмотрим, как связать именно в полом полотне, который вяжется трубой, таким приемом ввести новую нить. У меня есть вот такая заготовка. Это полое полотно крючком. Оно такое минималистичное, чтобы показать главный принцип. Я сейчас возьму второй цвет и введу его в работу. Вот второй цвет у меня будет розовый. Подхватываю нить. Вот так я ввожу в полотно новый цвет. Я сейчас еще провяжу одну уже такую полноценную петлю. Готово. Далее. Я вяжу просто обычным своим способом здесь эти петли по кругу. И когда я довяжу до вот этого момента, я вернусь вам и покажу, что там дальше будет. Так что сейчас пока отключусь. Ну что, круг у меня практически замкнулся. Я здесь довязала последнюю петлю, вытянула нить и возвращаюсь к цвету номер один. Это у меня серый. Теперь я розовую пряжу уберу в другую сторону и буду вязать уже серой нитью. Итак, я здесь подхватываю розовую нить и начинаю вязать. То есть, получается, две пряжи параллельно участвуют в вязании по кругу. Очень интересный прием. Если кто-то еще не разобрался с тем, как вязать именно спицами методом хеликс по спирали, то вот этот прием, то, что я вам сейчас показываю крючком, возможно, вам поможет разобраться. То есть, это две параллельные такие истории, которые идут друг за другом по спирали. Здесь уже от улитки ничего не остается. Когда вяжешь круг, конечно, это все заметнее. Ну что, я тут довязала до розового участка. И можно оставить эту петлю на спице и вернуться уже к розовому цвету. А я здесь продолжаю вязать, только уже использую розовый цвет. Вот так и получается такое двухцветное полотно, где два цвета сменяют друг друга и никаких протяжек нет ни по лицевой стороне, ни по изнаночной. Очень удобный способ. В итоге получается вот такая полосатая полая труба. Это может быть любое изделие по кругу, которое вы будете вязать. Я вот думаю, связать такую длинную подушку в виде змеи, двухцветной, например, именно этим методом. Взять два вида пряжи, скомбинировать их и связать, ну, конечно, гораздо более широкого диаметра. Это будет хороший вариант, например, для детской комнаты. Ну и в других случаях тоже такой метод очень хорошо подойдет. Бесконечные возможности использования и спицами такого метода, и крючком. Так что, кто еще не пробовал так связать, попробуйте. Что хорошо, да, что тут совершенно никаких переходов и перетяжек пряжи нет. Это две такие параллельные истории, которые идут и не пересекаются. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем желаю удачи в вязании, побольше вдохновения и всем пока! До встречи в новом видео! Субтитры сделал DimaTorzok